Что у нас вообще происходит в интернете, в мире и так далее? Во-первых, над Америкой летают НЛО, ёбаный рот, представляете? И их тут сбивают. Это вообще пиздец. Чё, блядь, вообще происходит? Какие-то шары неопознанные. Если раньше говорили, что это китайцы, то теперь вообще непонятно, откуда эта хуйня здесь. Вам три шарика уже сбили. И сейчас Байден говорит, мол, заявляет, что, блядь, чё-то это какая-то хуйня непонятная. По ту стороннее, говорят. Даже четыре шарика. Вот. Какие-то неизвестные штуки летают здесь. Причём не только над Америкой. В Индонезии, по-моему, ещё один обнаружили. И, по-моему, даже над самим Китаем тоже какая-то хуйня прилетела. Вот. В Америке сбили вроде какие-то там несколько таких. А чё, блядь, непонятно чё. Вот. Почелось, не почелось, вообще непонятно. Да, вот я сейчас зайду к себе в этот предложку. Мне тут эти новости скидывали. Ну вот, соответственно. В США заблокировали популярный форум среди уфологов. На сайте, посвященном отслеживанию НЛО, появилась заглушка о временной блокировке домена в связи с расследованием в отношении неопознанного воздушного явления на территории США. Ранее в Белом доме отрицали, что последняя ситуация со сбитыми воздушными объектами указывает на внеземную активность. А теперь не отрицают, блядь. Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена, феномена НЛО. Ёбаны нахуй, рот. Ну, я не думаю, что это НЛО какое-то. Я думаю, что там просто какой-то кто-то что-то мутит. Вот. Может быть, Путин запустил шары. Тоже решил у китайцев, скажем так, идею скоммуниздить, скажем так, посмотреть, попробовать, да? Вот. Чё и как вообще? Так, идём дальше. Что ещё у нас произошло? Ну, если вы подписаны на мой ТГ, если нет, подпишите, ссылка в чате. То, возможно, вы уже видели новость, что Никоглая объявили федеральный розыск. Федеральный розыск, это, как я понимаю, значит, что, типа, его разыскают на территории Российской Федерации. Правильно, да? Ну, тупые, хочу сказать я. Берут человека, депортируют. Знают, что он находится за пределами России. Но объявляют его в розыск в России. То есть, они сначала его депортируют, потом его разыскивают. Типа, они его депортировали, а потом такие, ой, а где он? Ой, а где же он, ёп твою мать? Да как бы, ну, вы же сами знаете, где он. Типа, что вообще за бред? Блядь, это вообще пиздец. Пока с чем-то летим, блядь. Привет, кисус. Расск. Это скорее для того, чтобы он никогда не смог въехать в РФ. А, да, а так он хотел, конечно, в РФ, блядь, въехать, не коглай. Сидел и мечтал только. Ну, наверное, мечтал разве что. Конечно, блядь. Ага. Я не знаю, есть ли договоренность между Россией и Молдовой. Экстрадиция, или как это хуя называется, да? Могут ли его, например, в Молдове? Взять и в Россию отправить. Это первое. Нет? Блин. А может ли быть такое, что вот он как, как некоторые вот, кто эти самые, идет такой по городу, идет, идет. Удар по голове, теряет сознание. Очухивается в каком-то подвале. В подвале МВД. В России, ебать. Вот. Да. Ну, пиздец. Да. Идем дальше. Идем дальше. Популярный стример с Твича. Эдин Рос. Не едино Рос. Эдин Рос. Не знаю, кто это такой, но он популярный. Подписал двухлетний контракт. Двухлетний контракт. На сто пятьдесят миллионов долларов со стриминговой платформы Кик. По его словам, на Кик он ушел из-за снисходительных правил, в отличие от Твича. Да-да. Явно не из-за денег, а из-за правил. Сто пятьдесят миллионов долларов. Я не едино Рос, поэтому мне много денег не нужно. Я, в принципе, готов взять, ну, миллионов десять долларов. За десять миллионов долларов. Нахуй вы тратите сто пятьдесят миллионов. Ого, голос Эмбидона. Я думаю, там они не поведутся на подобные. Так вот, десять миллионов, в принципе, мне будет достаточно. Охуел. Шо, в смысле? Ну, деба, бля, пиздец. Сто пятьдесят, блядь, миллионов. Ну, это же вообще охуеть. Гулливерка, спасибо тебе большое за переподписку. Реально уйдешься в Твича за десять миллионов баксов? Слушайте, я, я... Бля, если бы мне реально столько предложили, это было бы, ну, блядь. Ну, вы как сами думаете? Вот, блядь, поставьте себя на мое место. Вам предлагают десять миллионов долларов. Вы сидите на Твиче, который не сегодня, а так завтра в России заблокируют. И, как бы, честно, я не знаю. Я просто понимаю, что стримля, стримля, стримя, стримя на Твиче, я за всю свою жизнь столько здесь не заработаю. Вот. Не хочется Твиче оставлять, понимаете? Конечно. Стримля. Сысли, похуй на аудиторию. А на kick.com у людей нет доступа, что ли, блядь? Что значит похуй на аудиторию? Типа, а у вас нет доступа, да, никуда? У вас есть только Твиче, а все остальное заблокировано, блядь. Kick у вас не работает? Работает. Вас никто никуда, типа, не бросает. Вы также можете со мной перейти на другую площадку. Или вы как колдыз Ютюба, такие же долбоебы, да? Которые с принципа не пойдут на Твиче. Вот они с принципа уже восемь лет сидят там, блядь, и ждут, пока я буду видео записывать. Ебланы, нахуй. Вместо того, чтобы сюда уже прийти, наконец-таки. И здесь довольствоваться тем, что есть. Получать удовольствие от стримов. Не, нахуй надо. Я буду там сидеть, я, я олд, я долбоеб. Вот. Так вот, где они были? На, на Ютюбе, да. Вот, поэтому... Я не знаю, ребят, 10 миллионов. Понятное дело, мне столько никто не даст, поэтому я с Твиче не уйду, может не переживать. Просто, если бы такое случилось... Если бы такое случилось... Я бы, конечно, задумался. Вот. Я бы задумался. Эвелона кик наебал на деньги. Кик на телефоне нету, на ТВ нету. Ребят, сайт только появился, на телефоне скоро будет приложение. Ты бы издалям ушел? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Уууууу Тогда я смогу заработать Миллион долларов, ну может быть за года 2-3 С казино, если казино рекламирует Если казик рекламирует За два года Если прям активно хуярить То за пару лет, я думаю, что Я смогу заработать миллион долларов Баксов, да-да-да За полгода, не, ребят, казино уже давно не платит Тех денег, которые не платили изначально Когда они только припёрлись на твич Я вам так скажу, я вам даже могу сказать сколько они платят Господи боже мой, мне не сложно Ну сколько мне например предлагали Мне Предлагали, причем они как платят Они не платят фиксированную сумму Как это например с кейсами происходит Да, то есть я даю деньги за там 10 интеграций сразу Все, ты дальше стримишь там кейсы Крутишь и все похуй Как работает казино? Тебе дают деньги на депозит На твой счет в казике Вот, и ты эти деньги Крутишь, ты их можешь проебать Ты можешь в ноль уйти И ты ничего не возьмешь, ничего не заработаешь Но как делают обычно стримеры Им дают предположим, мне предлагали 4000 долларов на депозит За 2 часа стрима Я беру 4000 долларов И начинаю стримить 2 часа Крутить эти ебучие рулетки Да Если через 2 часа на моем счету Остается 2000 долларов Я их вывожу Если я выигрываю Что-то, например, 10 тысяч Я их вывожу Чикни канал, он чик Сейчас, подожди, вот Мало? Так я что и говорю, блять У вас, типа, в голове Я не знаю, что, блять Типа, о, казино Значит, миллионы платят Нихуя уже столько они не платят 4000 долларов они мне предлагали Хуйня какая-то Ну, блять, как есть Ну, это хоть что-то И вот, как бы, получается Одной интеграцией Ну, если Ты там ничего не выиграешь Ну, выведешь 2500, 2000 долларов Так это даже за 2 года Ты миллион долларов не заработаешь Пиздец Я что-то погнал, по-моему, не? Даже если активно Рекламировать Сколько они раньше предлагали? А раньше, как раз-таки Вообще пизда была Раньше На одну Ну, на одну интеграцию Можно было выбить За 2 часа Можно было выбить 800 тысяч долларов Ой 800 тысяч Тысяч рублей Алиса 800 тысяч рублей В долларах 10 тысяч 836 Ну Видите В 3 раз больше Можно было ебануть Это за 2 часа А еще раньше Как было Они дают тебе Например 500 тысяч Рублей На депозит И еще Фиксу Сверху 300 тысяч Вот как было еще Представляете Ебать То есть я даю деньги На депозит И еще Фиксированную сумму Платят А сейчас Все Пизда Хардплей За 8 стримов Предлагали 16 миллионов Ну вот когда было Вот Короче Вот такая вот Дичь Бойся Го посмотрим Там Куплинов Поет за деньги Эвелон 25к Баксов Казик Платил за 1 стрим Когда он в Киеве Стримил весной Да но это было Видишь давно И плюс Эвелон Это ж пиздец У него зрителей Сколько Ты не сравнивай Его со мной Короче Чекни канал Лонго Чик Там короткие видео Про убийства Да нахуя мне это смотреть Ты что вообще Что ли дурак Блять Короче по поводу Ребята Сами знать кого Главная новость Этого дня Мне застрали Блять Вообще Весь Всю предложку Инстасамка Я сейчас Зачитаю просто Новость Я новость Зачитаю Блять Что ты захунил Что ты мне Блять Скидываешь Что ты мне Скидываешь Идиот Идиот Блять Ебанат Блять Это фейк Ребят Это фейк Никоглай довел Тиктокер Что до слез На своем стриме Провоцирую ее На жестокие темы Про личную жизнь Да похуй Инстасамка Значит Что с ней Произошло Ребят Что же Произошло С инстасамкой Инстасамкой Что же Произошло Что же Случилось Где Эта Хуйня Да Ебаный О Инстасамка Пожертвовала 900 тысяч Рублей Куда 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 На СВО Но я Не знаю Может быть Это Фейк Я Блять Реально Я Надеюсь Что это Фейк До Последнего Надеюсь Что это Фейк Что это Неправда Известная Блогерша Певица Инстасамка Сообщила Где она Сообщила Блять Непонятно У себя В ТГ Я просто К ней Не заходил Вот Ты Ты же Сейчас Фейк Просто Расслюруешь Нахуя Так Это Новость Она по всем Пабликам Она везде Блять Позвони Хорошо Давайте Позвоним Давайте Позвоним В этом Ты Смысл Прочитать Новость Разобраться Фейк Это Или Нет Нахуя Пошел Нахуй Блять Уебок Мне Спрашивают Нахуя Потому что Я так Захотел Долбоеб Да у меня Нет с ней Контакта Господи Блять Куда я Звонить Буду Алло Инстасамка Здорово Займи До Полвторого Ёпта Вы Блять Сейчас Я к ним В тег Зайду Я думаю Проще всего Будет просто В тег Зайти Но дайте Я все-таки Прочитаю Новость Что Перевела 900 тысяч На нужды Российской Армии В один Из фондов В тиктоке В инстаграме Сложился образ Алочной Заносчивой Эгоистичной И откровенно Мерзкой Девушки Да Это популярно Это тренд Чего Популярно Популярно Быть Алочной Заносчивой Эгоистичной Мерзкой Нашел на риску С твоим фирменным А о это я Хес Скажи А о это я Чат Это вы Подожди Ну вовсе Не знаю Что когда Выключается Камера И остаюсь Такой же Заработанные Средства Я регулярно Перечисляю Фонды помощи Животным И на лечение Детей Гонорар От песни За деньги Да Я перевела На СВО Я не знаю Куда пойдут Средства Дойдут ли Они до Адресата Гум Помощь Бронежилет Или как-то Там это называется Но там воюют Многу Моих ровесников За которых Сильно переживаю Чего не могу Показать В своем творчестве Но это пока Но это пока Обратилась К подписчикам Певица Итак Давайте расследовать Ребят Что это такое Что правда что ли Элис Спасибо тебе большое За 120 рублей Итак Проведем небольшое Расследование Ин Стасамка Инстасамка Беч Захожу я В ее тг И Не вижу В данных Заявлений Не вижу Чтобы она Где-то Что-то Об этом Говорила Посмотрим Инстаграм Заходим В инстаграм Инстасамка И там Я тоже Не вижу Данных Заявлений В сторисе Ничего Нет В постах Ничего Нет Идем Дальше А куда дальше Идти Блять Я даже Не знаю Может здесь Дзен.ру Тоже Ничего Нет Блять У нее Там Окей Идем дальше А куда еще Идти В одноклассниках Может она Это написала Я Я не понимаю ТТ Да вы Ебанулись Что ли Как она В ТТ Об этом Быть Сообщила Блять Короче Я ничего Не вижу Ребят Все нормально Она на форуме Доверься Мне Точка Ру Написала Значит Инфа 100% Не фейк ВК Может Бля Может Ребят В ICQ Нахуй Не Ну просто Видите Мне Мне Засрали Всю Предложку Блять Дай Инстасамка На вот это Рау 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 Ну Ну И Украинские паблики Очень жестко Распространили Данную информацию Очень жестко Мне много Откуда это все Подскидывали Блять Так Пост ВПШ В телеграм Каналах Завирусилась Фейковая новость О том Что Инстасамка Задонатила Почти миллион рублей На нужды СВО Причем Новость подхватили Как в России Так и в Украине На деле же Никаких подтверждений Подобной поддержки Нет Этих слов Инстасамка Не произносила Блять А как так вообще Получается Что вот Образуется Какая-то Фейковая новость Откуда она вообще Кто первоисточник Кто Блять Как Как так Получилось Что вот так вот Бац И вот началось Что это Блять Вообще такое Из ниоткуда Просто Ба Что за хуйня Ну захотел Какой-то важный Паблик Начать Фейк Ну заебись Ну классно Нахуй Че могу сказать Поздравляю Получилось Получилось Реально Пиздец Ну видите Короче Это фэк Так что Можете успокоиться Это Фейк Че тут Мне еще Скидывали Интересного Да нет Нихуя Интересного Больше не Происходило А че такое У нас Уб